Научить чебоксарцев безопасному управлению самокатами и велосипедами. Такую задачу перед собой поставил региональный Минтранс после того, как инспекторы ГИБДД обнародовали неутешительную статистику по ДТП. Попрактиковать свои водительские навыки те, кто любит погонять с ветерком, накануне смогли в столичном центре Маутинбайка. Там прошел мастер-класс. Чему учили самокатчиков и велосипедистов, расскажет Дарья Петрова. Соблюдать правила дорожного движения нужно не только за рулем автомобиля, но и управляя велосипедом и самокатом. Но не все любители погонять с ветерком помнят о ПДД. А если и помнят, не всегда действуют по правилам. Как итог, только в этом году в республике 8 велосипедистов попали в ДТП. Один из них погиб. Не лучше статистика с электросамокатчиками. С их участием произошло 5 аварий. Одна со смертельным исходом. В настоящее время у нас 63 факта есть обращений получения телесповреждений. И в результате управления электросамокатами люди, то есть у нас они при управлении самокатами падают, они сталкиваются, получают телесповреждения. И в большинстве случаев они связаны с переломами конечностей. На мастер-класс по правильному передвижению на двухколесном транспорте пришли более 200 человек. Школьникам и студентам прочитали лекции, показали поучительные короткометражки, как правильно управлять средствами передвижения и рассказали о способах оказания первыми от помощи при ДТП. Дмитрий Осипов работает в одной из фирм по кикшерингу. Признается, что часто добирается на электросамокате от дома до работы и обратно. Ведь это удобно, особенно в часы пик, когда на городских магистралях пробки. Но несмотря на солидный водительский стаж, говорит Дмитрий, бдительность на дорогах старается не терять. Даже спустя стаж вождения, так сказать, огромный, я все равно сохраняю внимание на дорогах, пристальное внимание за пешеходами, за их движениями. Сегодня молодежь часто гоняет по улицам на одном самокате вдвоем. Совершенно забывая о том, что двухколесный рассчитан, как правило, на вес до 120 килограммов, пренебрегая эксплуатационными характеристиками и до трагедии недалеко. У электросамоката может, к примеру, забарахлить тормс прямо во время поездки. Исход понятен без лишних разъяснений. Большое количество этого транспорта на наших дорогах. И, соответственно, как мы видим, бывает и гоняют, и по двое, и по трое человек ездят, совершают ДТП, падение. И для того, чтобы сократить это количество и научить людей лучше управлять транспортом, мы проводим сегодняшние мероприятия. Огромный опыт и множество полезных советов получили участники мастер-класса. Ребята смогли попрактиковаться в езде на велосипеде и самокате на специальном участке трассы, преодолевая различные препятствия. Дарья Петрова, Надежда Александрова, Михаил Солин, Вести Чуаша.